Бесплатный душ, туалеты, парковка, чистейшие пляжи, мусорки на пляжах. Прям все уютненько, красиво, классно. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас из города Севастополь. Сегодня мы посетим пляж городской Учкуевка. И вот так вот хотелось, чтобы выглядели пляжи по всему Черноморскому побережью. Мы находимся в парковой зоне, которая ведет к городскому пляжу. С левой стороны имеется бесплатная парковка, куча мусорок, скамеечек, деревьев. Кайф! Ну, пойдемте, прогуляемся. Что успеем, покажем в парке, а также, что сегодня посетим пляж Любимовка в этом же видео. Температура воздуха мы выезжали. Район Ингермана было 39 градусов. Здесь температура 33-34, примерно на солнце в тени, 26-27. То есть, вот такие вот разницы. Идем мы зачем-то по велосипедной дорожке. Ну, велосипедистов нет, все хорошо. А там спортсмены бегают по такой жире. Я их искренне поддерживаю. Они большие молодцы. Здесь очень пахнет лавандой. Я смотрю, вот там она как раз таки и произрастает. Можно было сходить на толстое оружие. Ну, посмотрим, может, на обратном пути мы зацепим эти места. Здесь имеются тренажеры для занятия спортом, как и должно быть во всех парковых зонах. Выйти, кстати, вот можно было туда по спуску. Но мы хотим спуститься через парк, если, конечно, это возможно. Потому что я, в принципе, не смотрел ни обзоры, ни чего на эти места. И идем, так сказать, по найти. Да, парковая зона, красота. Там, смотри, ребята занимаются какой-то медитацией под навесиками в тенечке. Здесь еще одна спортивная зона тоже с тренажерами и турниками. Здесь пытаются организовать раздельный сбор мусора, за что им тоже респектно. Потому что есть и обычные мусорки возле лавочек, так и вот такие вот. Потихонечку мы должны все-таки прийти к тому, чтобы собирать мусор по раздельному. Тонечный стол тоже на порезиненном покрытии. Здесь у нас в правой стороне находится амфитеатр для проведения разнопратных мероприятий. Есть теневые зоны с навесами, парковки под велосипеды. Там ребята катаются на скейтах, есть рампы, класс. Еще одна такая бетонная площадочка для покатушек. В общем, сделано очень много для того, чтобы деткам здесь было весело и интересно. Смотрите, какая центральная аллея, шикарная. Но вот он, шикарная лавандовая поля для красивых фотографий с невероятно вкусным ароматом. Меня тут мажут кремом, пока мы идем. Я сгорел вчера сильно, сегодня будем спасаться, чтобы не сгореть еще сильнее. Тут люди издают все такие звуки, когда ведет лаванду. Сначала чувствую аромат. Сейчас мы сделаем пару фотографий для Оксаны. Главное, не топчите цветочки. Там есть места, по которым можно позаходить. И вот так вот красиво. Как говорится, главное начать фотографироваться. Тут уже везде все сидят. Ну, форточки, конечно, таким блестящим, но в креме у меня такие веселые. Вот так. Парковая зона очень большая. Там дальше еще всякие детские лазовки есть, качели. Да, дальше много мест. Такие вот стульчики только напротив друга крутые. Представляю, когда это все заплетется, зарастет, зазеленеет. Как в этом коридоре аллеи будет красиво проходить, да? Даже сейчас-то очень классно. Еще одна детская площадка, слушайте. Какой тут городок, да, сделали? С левой стороны. На песке площадка для детей. Вот что-то здесь по одному парку. Можно гулять, не перегулять. Там тоже еще зоны с фонтанами. Но фонтаны что-то не работают. Красота. И мы выходим к пляжной территории. Тут небольшая узенькая дорога. Кстати, машинку можно было здесь припарковать. Но мы решили по парку прогуляться. Как что-то щемиться, ютиться. Когда хорошие есть прогулочные зоны. Тут ребятки кушают чебуряки от 140 рублей. И это так называемая набережная. Даже фонтанчики есть. Интересно, работает или нет. Круто. Кукуруза продается. Тиры, крупты, овощи. Там всякие шляпки, круги. Пойдем попробуем фонтанчики попить. Сама хочет такую вязаную сумочку. Здесь кафе. Сейчас вычок предлагают с видом на море. Потом, может быть, покупаемся и попробуем. Мне больше интересно, водички есть в фонтанчике? Не, не работает. Кончилось. Приходите, говорите завтра. Мужчина МЧС стоит, дежурит. Крымская живая косметика предлагает. Кстати, Елена очень сильно нахвалила. В общем, кафешек здесь много. Пойдемте посмотрим, что здесь за море. Территория пляжная. Территория должна быть классной. Песочек под ногами. Это уже большой плюс. Ой, ёу. Сколько же здесь народу отдыхает. Какова? Как красота, друзья. Ну, пляж не такой чистый. Типа вот это вот все. Друзья, Александр, приехали бы с тобой на дикий пляж. Да, такие бабах? Это вообще не дикий пляж. Ну, круто. Тут все как у нас в Анапе. Можно сказать, если кто-то скучает. Потом, чтобы людей было больше, то, пожалуйста, приезжайте в Очкуевку. Есть навесы с фезлонги. И самое интересное, начало посмотреть, какое здесь море. Ну, как минимум, пляжная территория. Водоростное море отсюда не вижу. И вижу очень много-много-много людей. Чё? Ты видел, какая там лежит? Где? В стрингах. Я теперь тоже хочу себе купальник стринга. Надо посмотреть. А ты не взяла свой? Нет. Надо посмотреть, как я буду выглядеть. Температура воздуха 30,2. Сейчас Оксана замерит там температуру водички. Посмотрим, какое здесь море. Детей множество. Ну, как говорится, самое главное здесь то, что глубина начинается сразу от берега. За счет этого, видите, как бы не водоросли нету, как у нас. Потому что у нас они прям под берегом. Да, что-то, вот смотрю, в море какие-то водоросли плавают. Но светения как-то кровавого нету. Море, в принципе, чистое, привлекательное и классное. Ох, я хочу сказать, что море теплое. Да или нет? Да, мне холодно. Сейчас мы точно узнаем, какая температура воды. Людей в море же плещется просто много. Такая картинка, как будто какой-то райский пляж. При этом большое количество народа. Поворачиваем потихонечку камеры, смотрим в левую сторону. И здесь приходится точно так. Инфраструктуры на пляже хватает. Единственное, я сейчас нигде не нашел туалет. Но, может быть, просто пропускаю. Потому что переодевалки я там дальше вижу. И туалетная зона, я уверен, что тоже 24,9 температура моря. Ну, какие-то водоросли, там какой-то мелкий мусор встречаются. Ну, в целом водичка классная. Там, видите, дачи водоросли плавают от берега. Под берегом идеально, можно сказать. Ну, и сама вот красота воды, цвет ее. Меня прям манит. Зайди и скопнись. Ну, посмотрим, куда это изменится. Просто людей слишком много, мне кажется. В первую сторону мы видели вот это кафе. С видом на море, где можно шишечка поесть. Есть переодевалка и здесь. Вышли дальше, люди сюда входят покурить. Это хорошо. Реклама идет. Тут еще одна чебурека шаурма. Кушают вовсе ее. И вот еще одна кафе. А вот и туалет, кстати. 30 рублей стоимостью. Из-за риска подтопления приливом. Если вы заблудились, не паникуйте. Стоимость шезлонга. Написано, что 200 рублей. Редакки. Ценник как минимум половину ниже в Учкуевке, чем у нас в Анапе. Тут тоже тренажер для локаута есть. Ребята занимаются. Детские разные развлечения. Ну, что-то еще не все работает. Наверное, все-таки для них это небольшое количество народного на пляже. Обязательно, смотри, чебуречная, чебуречная. Здесь никого нет практически. А вот там вот эти бреки. И стоит прям очередь людей. Гастрономия разнообразная. Большой выбор тут предлагает. Здесь пивасы. Всякие разные души, раки, колбаски. И водичка есть в холодильниках. Тоже очень хорошо. По ценникам тут масло. Все продает. Лимонаду, допустим, за 95 мы взяли. А водичка за 50-метровая. Сникерсы. Спросили больше цен. Показывать. Но честно, хочу их смотреть. Цены как цены. Полочки, правда, не все заняты. Спрос еще не сильно большой. Починки. Разнообразные. Еще в 4К показываем. Смотрите сами. Взяли лимонадик и водичку. Все. И сразу улыбка на лице. Можно посмотреть по ценам. В этой чебуречной угловой чё почем. Так, выглядит мой обед. Оксана, на, диет. Сто сорт. Тесто нежнейшее. Надо найти мясо еще. Мясо классное. Вкусно, чебрит. Вот такой эскиз. Нарисовал Оксану, пока я ел. Продаем его за 500 рублей. Если что. Не 500 рублей. 5 тысяч. Если вдруг кто-то 500 рублей не пожалеет, пишите мне. Я ему рад был. Внутри салона вот эту красоту. Ой, какая красота, ребята. На нас находит какой-то фронт, а нам сегодня ночевать надо в палатке, по идее. И дай бог, чтоб нас не накрыло дождем. Дай бог, чтоб дождь пошел. Ну, вообще, да. Дождик тоже нужен. Что-то на какую-то тоже веранду для выступлений похоже. И здесь людей явно становится поменьше. Это радует. Сюда, кстати, поприятнее на пляжик посмотреть с такой высоты. Красота. Оттуда дальше, смотрю, там палаточники, походу. Или тоже парковка. Но палатки на берегу присутствуют. Это может быть именно солнце, защищающее людей. Все, у нас девушка зла поесть. И люди потихонечку потянулись в пляж. В же время у нас полвторого. Пора кушать и отдыхать по-другому. На море уже все накупались. Мы пойдем протестируем туалеты. Спасибо вам большое, что пользуетесь услугами наших туалетов. Как тебе туалет? Чистый. Оттуда дальше в парк. Сказали, они же продавцы этих туалетов, что есть и бесплатные. Потом каждый выбирает, какой хочет. Они же в 1% анонсированных. Да. Чебурек 120. Здесь, кстати, дешевле. Янтык, пицца, плов, лагман предлагает. В общем, еды здесь тоже много. На всех хватает. По кофеечкам. По ценам можете. Все, что хотите, вы видите. И рядом еще алкогольные напитки. Оксана все ходит в мечтах о сумочке красивой. Но пока ничего не понравилось. Ух, миле. Смотрите, уютное какое заведение туда. А мы отсюда заходили, кстати, с парка. Здесь чебуреки по ценникам, например, такие же и тоже пользуются популярно. Самое интересное, что у ребят спросил, а готовы есть, чем-то, говорят, нет. Мы готовим только под заказ. Вот это клево. Шарма вот за 250. Стандартная. Можно XL 300. Нагельцы 253. Большой 200. Здесь настила. Отсюда тоже хочется на пляж посмотреть. И туда дальше. В парковке выход кафешечки. И бесплатный вид. Там с кафе посмотреть надо. Здесь вот так вот просто глядим. Ну, красиво же, согласись. Все равно уютный песчаный берег. Море такое приятное, притягательное. Глубина от сразуого берега. Как говорится, каждому свой отдых. Люди приезжают и ловят здесь кайф и удовольствие. Толеты работают. Как-то неспешно и спокойно, да, согласись, здесь вообще. Тичина и красота. Хат. Кофейня и бургерная. Не хочешь бургера? Да, нет. Нет. Через полчаса я очень умею дать, что я хочу ехать. И мы не снимем обзорчик на что-нибудь. Ну, хоть чебуреки, а через не могу, честно. Я усел, думаю, ну, пришли на пляж, ничего не попробовали. Будет как-то неправильно. Поэтому пришлось кушать. Здесь даже есть остановочка. Значит, можно добраться общественным транспортом сюда. Мы вернулись обратно в парк. Как здесь хорошо. Тенечек, красота просто. Пойдем дойдем до тех фонтанов. Не работающих. Опять лаванда, да пахнет. Аромат раздается лаванды. Здесь, кстати, не фонтан оказались, а скамеечки круговые. Тот момент, когда ты смотришь к конец парка, по жаре идет. И думаешь, блин, когда это кончится. Вот, обратите внимание, какая здесь огромная парковочная зона. Ну, мы уезжаем. Едем с Учкуевки в Любимовку. Познакомимся с пляжем, который находится там. Всего лишь 34 градуса показывает. Было 39 у нас. На старте. Духота неуверная, ребятки. База отдыха. Любимовка. Парковка на день стоимостью 300 рублей. Да. Машинка закрылась. Идем смотреть на море. Выход тут перед пляжем. Единственное, что не понял я, почему там столько людей сидят. Ну, там прям ютятся очень сильно. Машин понаставлены. Друг обтрутся в пробках, ругаются. Это 300 рублей на день. Прям на выходной приехать, постоять на парковочке. Мне кажется, это недорого. И выходим на море. Здесь где-то администрация, в которой надо оплатить нам эти самые 300 рублей. Территория такая прикольная, зелененная. Мне, по крайней мере, очень нравится. Домик без услуг. Условий можно снять за 500 рублей. Дальше там по 3,5 душ, туалет, телевизор, кондиционер. Это все на 1-й береговой. 300 рублей. Входят, ребята, браслетики. Потом можно зайти в душ, туалет. Здесь, короче, условия прям шикарные. Осталось увидеть только пляж. Нам что-то надо показать. Хорошо, сохраняйте. Да. Камера сразу, да? Конечно, мы же снимаем про вашу жизнь в Крыму. Правильно, правильно. Вот видите, какие люди все улыбчивые. И выходим на пляж. Мяу, слушайте, здесь вообще идеально. Можно стоять, отдыхать. Единственное, деревьев маловато. Что я мусора не вижу, я вижу, допустим, камушки там. Ну, как бы. Ну, он все равно это выглядит. Ну, согласен. Зато, слушай, тут на этой базе чисто наш пляж. Получается за 300 рублей. Не так уж и много людей. Он огороженный. Тот момент, когда я начинаю не жаловаться на забор на пляже. Но тут как бы они не широкие. Проходить можно. Спасательная вышка, возле которой народ курит. И дача, смотрите, помимо песочка, дача начинается ближе к берегу Галька. Но людей явно меньше. Тут можно выбрать себе прям свободную зону, куда-то, собственно, отдыха. Идеально. Слушайте, здесь мне нравится явно больше, чем мы были сейчас в Учкуевке. Там, конечно же, территория поинтереснее была. Но здесь круто, классно и прекрасно. В ту сторону, кстати, там, наверное, центральный пляж. Выход, и там народу прям много. В общем, я вам всем советую, пользуйтесь. Вот, база отдыха Любимовка. Она заходит гораздо больше. Ну, по крайней мере, лично мне. Если вы любите вон там потолкаться, то это, как говорится, личный ваш выбор. Пожалуйста, пользуйтесь. Отправляем Оксану на купание. Пожелаем ему счастья, удачи. И чтобы у нее все получилось. Шляпу сними. Нет? Она не хочет больше расставаться ни с очками, ни шляпы. Слишком жарко. Пошли в другое место. Там что-то плавало. Здесь вот что-то не плавает. Вот еще пройди. Вот тут ничего не плавает. Так, попытка номер два. Там что-то плавало. Оксане не понравилось. Ну, там действительно что-то плавает. Видите, мусор какой-то. Здесь вроде бы чисто. Попытка номер два зайти в море. Я не думал, что это превратится в какую-то трагикомедию. Заходи. Заходи. Маленькими шажочками она пытается побороть. Как это правильно называется? Но в море должна пойти. Давайте вы с той стороны камеры тоже включите. Оксана. Оксана. Ты сможешь. Она похожа на кошку, которую в море закидывает. 25 вода, то есть она боится искупаться. Давай уже плыви, Оксан. Уже прям не смешно. Шел третий час захода Оксаны в море на купание. Вот так вот купание завершено. Так и начался. Насладимся им по полной программе. Тут нырять можно прям с берега. Субтитры делал DimaTorzok А с мусором тебе не нравится? Нет. Ничего? Нормальный мусор? Тут перья всякие. Главное не глотай. Мушки дохлые. Все как мы любим. Все как мы любим. Можно рот открыть и поесть. А не вот это вот. Меня конечно вот эти все облачки напрягают. Но будем надеяться, что все будет хорошо. И они там тоже не придут. Здесь можно влево пройти, попрыгать там избуна. Но аккуратно это делаете. Это вообще всегда запрещено. Детей с ними все больше, как и людей в принципе на этом пляже. Мы отправляемся дальше на нашу прогулочку. Посмотрим на сам центральный пляж Лебиновки. Потому что это место, в котором мы отдыхаем. Здесь по кайфу. Но по кайфу становится все меньше. Все больше людей туда подходит. И заходят у нас тучки. Я уже честно хотел бы посыпной погоды. Буквально чуть отходишь вправо. Людей становится прям мало. Но возле нас что-то там было вообще пустое место. Мы туда пришли. И там людей прям под нас собиралось. Бигли. Да. Бигли. Мы начинаем разбираться во всех видах собак, да? Да. Мы сегодня разговаривали с ребятами, которые у своего пёселя. Как он правильно называется? Хопер Санель. Это тот, который Оксана хочет. И вот они его же простригли. Говорят, очень жарко ему. Видно, мы несчастны. У него очень плотные шерсти. Ты впервые? Я немного его лапы. И это они сказали, что они лапы тоже подстригли. Так что бигли для жары прям не предназначен. На пляжах, смотрю, там где нету ничего. Кто что гораст, то такие вот тенты тащит. Прям классные, профессиональные. Кто-то обычные небольшие палаточки. Ну, по-моему, типа такой, что тут тоже есть. Надо свою разбирать, тестировать, как это выглядит. К центральному пляжу подходим. Тем больше народу прям. И еще собачка. Да. Тут народ спокойно. Вот одна собачка, да, еще одна собачка. Отдыхает с животными. Ну, больших нет собак, по крайней мере. Такие все эти карманные пёсели. Не могу сказать, что мне нравится больше. Любимовка или Учкуевка. Ну, мне что-то, кажется, это больше любимовка. Тут вообще какие-то пламмы в ту сторону камышом заросшие. А здесь уже пошли шезлонги, бунгало, навесы. То есть, я так понимаю, что это как раз какие-то места парковок, где центральный выход к пляжу. И людей здесь прям море становится. Как лежать, занят. То есть, бизнес идет. Самое главное, я смотрю, топовое в Крыму. Это чебуреки. И там народ прям сразу пучкуется на продажу. Слушайте, а здесь людей нереально много. Море такое же, в принципе, только народу больше. Как же жарко. Прискоран цен, ребята. Что, почем здесь продается? Это лежаки бунгало, которые мы прошли по 2000 за час. Пойдем посмотрим, что тут попить, поесть-то можно. Пляж, структура точно такая же. Там лежит к берегу. Камушки дальше отходим. Песочек. Не курить. Штрафы. Ну, и народу-то много. А вот даже водяные горки есть. Качельки. Качельки тут бесплатные для детей. И просто невероятно большая парковка. Парковка, кстати, не знаю, платная или не платная. Надо будет заточнить. Мороженки можно. Соточка за шарик. Здесь тоже вот разные вкусняшки. Кукуруза по 150. Такая красота, ребятки. Кукурузка 150. Кофе двойное. Американо. Полный такой стаканчик. Стоимостью 200 рублей. Двигаемся дальше. Сказали, здесь чебуреки, кстати, с правой стороны. Подожди чуть-чуть. Я сейчас бегаю. Знаю, почему чебуреки. Пиво сказали на розыгрыш. Есть вон туда дальше. Там, где чебуреки, только в бутылочках продают. Мусорочки на пляже. На пляже. Чистота. И красота. И народ потянулся на поесть. В больших количествах. Вот тоже сезонки продают, ребята. Мы еще, да. Это цена на чебуреки. На пляжике. И тут пива себе в банках есть. Ух, жара, ребята, просто раскачивает. Детская площадка на пляже. Прям крут, конечно. Покататься на таком солнце на ней еще будет нереально. Но все равно классно. Парковочка мне сказали только, что девочки, что бесплатная. Там дальше переодевалки. Вот, у тебя занятия спотра, там тренажеры. В общем, крутая тень, ребята. Пляж суперский. Ну, а парковки, видите, здесь бесплатного. А там, где приехали, платно. Ну, там душ, туалет входит. То есть, в принципе, почему бы и нет. И посмотрите, как выглядит эта территория. Чуть-чуть сверху от этого барханчика. Просто лето полным ходом. Тут большинство людей, конечно же, местные, которые приезжают из Севастополя. Для лежащих поселений. Мне так нравится, как выглядит чистый класс на пляж. Девушка делает массаж. И можно посмотреть по прайс-листу. Вот, мужики настраивают душ. Сейчас завтра заработает. Душ бесплатный. Туалет завтра привозят. Тоже бесплатный. Мне кажется, на Санапе кто-то где-то жутко наедает. Оксана говорит, это все из-за того, что здесь кукру уже стоит дороже. Да, она сейчас примерно так же у нас стоит. Бесплатный душ, туалеты, парковка, чистейшие пляжи, мусорки на пляже. Прям все уютнее, красиво, классно. Ну, как бы в одной стране живем. А здесь вот для людей все сделано, чтобы было по кайфу. Приезжали горожане на отдых. А где у нас? Там Анапе можно так отдохнуть. Или вот те средства, которые выделяются на отдых Анапчанку дойдут. Ну, прям реальное чувство. Вот у нас где-то кто-то наедает прям от души. Мне прям обидно стало. Оксана посмотрела на меня, говорит, что тебе обидно? Говорит, зато кукуруза здесь дороже. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Здесь вот как-то торговли не очень много, наверное, потому что людей не так уж много. Можно вот так вот покататься на горочке. 400 полчаса, 500 рублей в час стоимость покататься. То, как я услышал. И двигаемся сюда дальше. Мы, я надеюсь, что все-таки разливуха найдем. Тут все эти людей помечет становится на пляже. Относительно иновесов нет. Здесь есть такой выход. Называется это жраб. Установочка прикольная смотрится. Нам сказали, что где-то здесь как раз таки есть возможность прикупить пиво на розыгрыш. Но походу закрыто. Первые 30 лет для мужчин самые сложные походы. Как бы и печальные моменты. Но будем надеяться, что все-таки хорошо этот комплекс. Любоморье называется. Туристический комплекс. С правой стороны тут речка какая-то впадает. Мусорки сбиты. Все. Парень прям палатку поставил под дырём и чили-то. В общем, у всех свой кайф. Несмотря на мусорки тут. Смотрите, какие есть места. Ой, прям красота. Тенечек. И здесь классно, да, Санц? Да, ветератый пиво. Так, мы в поисках пива уже уходим с пляжа, что ли? Это Шанхай называется магазинчик. Здесь благолюбослупа прямо гостиницы. Я, честно, не знаю, куда мы идём и зачем. Ну, как бы прикольно. Мы вообще попали на какую-то территорию. Я так понимаю, немножко, наверное, закрыто. Но я так понимаю, что выход, наверное, оттуда дальше. Такие вот номера с розами. Я так понимаю, что это, знаете, как будто их все частные. На многих написаны разные номера. По сдаче этих комнат, квартир. И шашечка. А там все речка. Самое прикольное, что там после этой базы, территории, там парень в палатке отдыхал на море. Какая беседочка. Я так смотрю, потому что там снизу всё вытоптано. И, в принципе, там, видите, люди тусят. Здесь ещё и рыбку ловят. Хотя там они мангальчик, шашлычок. Хотя эта речка немножко подванивает. Ну, может, не кажется. Наговариваю. Ну, сама Любимовка, ребятки, там, видите, многоэтажные дома. Здесь разнообразные базы отдыха. Причём везде пропускают. Можно проходить через эти территории. Всё сдаётся. Мы двигаемся обратно уже в базу нашу. Но через... Хочешь магазин? Ну, слушай, а могу то советское мороженое? Только в палатке я хочу вставать. Един оказался закрыт. Ну, здесь вот тоже вкусняшки разные. Я хочу шамсу такую красивую. И по ценникам нужно посмотреть, что почём. Так, уже 200 рублей стоит куриная. Вкусно? Гриба? Хочешь попробовать? Ну, нет, у меня своя есть. А у меня просто рубленая говядина. Ну, я тоже попробую. А здесь в прошлой даче кафе. Если бы я видел, мы бы, наверное, сюда зашли к кафешкам. Эх. Ну, я надеюсь, что вам вообще вот сегодняшний обзор как бы заходит. Там, допустим, первый пляж, который у нас был, больше благоустройства. Городская среда, здесь получается меньше благоустройств. Но всё равно мне, конечно, бомбануло то, что бесплатный душ, туалеты. Там хотя бы за 30 рублей мы сходили, но тоже недорого. Ну, лежаки там тоже были по 200 на первом. Жалко, конечно, что вот у нас люди пишут в комментариях, что тут просто людей мало. Из-за этого привлекают. Таким. Ну, в общем, видели, что на пляже людей было, в принципе, много. Магазин кафе Точка. Аптека. Астахан. Кафе. Ты не хочешь ещё тут попытать мороженое или нет? Ах, помороженое. Ходим. Местечко классное, вот где взяли. Тебе как? Ну, реально вкусно приятное. И мне очень зашло. Так что ребятам респект, спасибо за вкуснотищу. О, Астахан ещё кафе есть. Тоже как чайхана. Большими чебуреками, но мы уже накинулись на еду. Схабхоз имени Сеперовской. Вот здесь та бесплатная парковка, на которой мы вам показывали местечки. А может быть ещё и дальше выезд туда. Выезд на парковку, это жуткая жуть, ребятки. Конечно, бесплатные парковки делают своё дело. Никто никому уступать не хочет. Короче, тут всё, ребята, в машинах везде. Люди уже в шоке. Не знаю, где их ставить ещё. Непопулярное место. В общем, Любимовка зашла на максималках, друзья мои. Конечно, здесь нет такого пафоса, как предыдущие пляжики. Но очень круто, классно. Пляж суперский. Люди здесь хорошие. Цедики тоже, в принципе, нормальные. Единственное, что мест для парковки, машины нет. Ну, тут в основном сейчас одни местные. Хотя и приезжие такие, как и мы, люди встречаются. Ну, основном 92-й, 88-й, 3-7-ки. Регион. То есть вы это можете всё наблюдать. Вот такие вот дела. Мы вот ставили базу отдыха Любимовка. Можете записать их координаты. Вдруг захотите, обращайтесь. Мне там понравилось. Девочки там классные. Всё прекрасно. Ну, здесь по прямой есть также выход на море. Можно идти не через базу. Пару слов об этом месте. А пляжи? Вообще. Я вас понял? Лайк, не лайк? Да нормально. Пакатик под пипко. Ну, и всё. Ну, под мороженое. А самса? Ммм. Под неё тоже. Пока я ела мороженое, чтобы было хорошо. Если бы она закончилась. Можешь? Так, где надо? Любимовка. Сама база. Вот домик, видите, там маленькие такие стоят. По-моему, такие сейчас по 500 мне сказали. Типа как палатка, две кровати, стол по середине. Можно снять 500 на два человека. Ай, вот с этой стороны. Ну, такие неказистые, старенькие, задрепанненькие. И есть там хорошие двухэтажные дома за десятку. То есть есть за 3 500 домики небольшие с кондиционером, телевизором. То есть, ну, в принципе, отдых прикольный. Мне понравилось, что за 300 рублей мы здесь получаем и душ, и туалет. А потом, как оказалось, что если там пробиваешься на те парковки, там душ, туалет тоже будет бесплатный. Поэтому люди тут чуть возмущаются. Ну, давайте хоть в душ, туалет не сходили. Хоть шелковица, что ли, жранем бесплатный. Хочешь, тутовника? Кушать. А еще? Мысли, блин. Поперво, что ли? А тебе с попками. А, то есть тебе не нравятся попки? Ну, давай, отрываем. Вкусно тебе, девица? А, еще? Ой, короче, ребята, на этом видео наше заканчивается. Я так и не знаю, он хоть вкусный? Еще? Еще невкусного тутовника? Давай, потяну. У меня что-то не потекли, это огонь. Вернина, я его в детстве переел.